Совсем скоро это место заполнится пунктами приемной комиссии и толпами абитуриентов. Поступление – это всегда серьезный стресс и большая эмоциональная встряска. Важно ответственно отнестись к этому этапу, чтобы не упустить новые шансы. Первый шаг для абитуриентов КФУ – изучение плана приема. Следующий шаг – определиться с направлением обучения. Здесь для поступающих открываются две возможности. Поступить по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний. Ввиду разнообразия специальностей, доступных для поступления в КФУ, каждая из них предполагает сдачу определенного набора дисциплин. Там же можно найти критерии оценивания, минимальные пороговые значения, которые необходимо будет преодолеть, выделенные места в рамках общего приема, внебюджетного и квот. Стоит внимательно отнестись к изучению плана. Поступление на некоторые направления становится возможным только по результатам ЕГЭ. Ребятам, выпускникам ИСПО, допустима сдача единого государственного экзамена. То есть они могли записаться до 1 февраля и на базе какой-либо школы пройти ЕГЭ и эти результаты использовать в поступлении. При этом сдавая еще и вступительные внутри ВУЗа и выбрав наивысший результат. То есть ВУЗ всегда выбирает на высший результат. Самая главная ошибка поступающего – страх задавать вопросы. Помощь абитуриенту для решения любой проблемы выступают разнообразные каналы связи. На сайте КФУ можно найти бота-помощника, ссылку на телеграм-канал и номер приемной комиссии. Чтобы поступающие смогли ознакомиться с особенностями подготовки на определенном направлении, КФУ проводит ГИ открытых дверей в очном и онлайн-формате. Предоставляет возможность обращения напрямую в приемную комиссию. То есть есть некоторые нюансы по индивидуальным достижениям. Выпускники ИСПО не могут быть победителями, призерами Олимпиад. Все Российские Олимпиады школьников и Российские Олимпиады школьников это не будет учтено как льгот или индивидуальное достижение. А в целом также диплом образования с отличием у них уже не аттестат, у них уже документы образования с отличием. Он дает также дополнительные баллы при поступлении. Также значки ГТО тоже дают дополнительные баллы при поступлении. И также они участвуют в общем конкурсе в той же градации баллов, как и выпускники школ. Для тех, кто планирует поступать в следующем году, рекомендуется заранее определиться с вариантами поступления. До 1 февраля включительно можно подать заявление для прохождения единого государственного экзамена. Приемная кампания начинается 20 июня и заканчивается 15 июля. После этого срока начинается сдача вступительных экзаменов. Казанский федеральный университет поддерживает онлайн-подачу документов, стараясь уменьшить использование лишней бумаги. В портале государственных услуг действует сервис «Поступи в ВУЗ онлайн». Также есть возможность подачи документов непосредственно через сайт КФУ в разделе «Буду студентом». Для этих двух вариантов не требуется использование электронной подписи. Используя лишь телефон, потратив немножко времени, зарегистрироваться на нашей платформе социальной сети «Буду студентом», заполнить анкетные данные, сфотографировать документы об образовании, сфотографировать документы удостоверяющей личности и дойти до финального этапа подачи документов, подачи заявления на поступление. И это заявление, и все остальные заявления в рамках этой системы можно подписать электронной подписью, которая работает в рамках системы КФУ. Не требуется получать ее отдельно где-то в МФЦ, требуется лишь зарегистрироваться в нашей системе. Обучение в ВУЗе – это прекрасная возможность получить образование и открыть перед собой новые возможности. Помните, что тревога – это естественная реакция на изменения. Зная особенности и правила поступления, шаг на новую ступень не покажется страшным. Валерия Камолова, Александр Антонов, Тимур Ахметов. Универ новости.